Один из сенсорных органов, позволяющих человеку ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие, это вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат находится во внутреннем ухе, там же, где помещается орган слуха улитка. Он состоит из полукружных каналов и двух полостей мешочков. И каналы, и мешочки заполнены студенистой жидкостью, омывающей рецепторные клетки с чувствительными волосками. И камешки-ателиты, расположенные над ними. При всяком перемещении головы в пространстве, жидкость в каналах смещается. Смещаются и камешки-ателиты. И колеблют клетки-рецепторы. А они преобразуют эти механические колебания в биоэлектрические. Так мозг узнает о нарушении равновесия, о начале и конце равномерного прямолинейного движения, а также об изменении силы тяжести, гравитации. С отсутствием гравитации приходится иметь дело космонавту. Людям, испытывающим на себе состояние невесомости. В невесомости исчезает чувство тяжести, которому за миллионы лет эволюции приспособился организм человека. Вот почему в подготовку космонавтов включают долгие тренировки на тренажерах, настраивающие организм на действия в непривычной обстановке.